А невризматические коронарные сосуды – это малоизученная патология коронарного дерева. Я не вижу четкого смыслового различия между терминами «аневризматические коронарные сосуды» и «коронарные эктезы». Общее определение данной патологии – это патологическое расширение коронарного сегмента не менее чем в полтора раза в сравнении со смежным участком коронарного дерева. Литературные данные явно недостаточны по этой теме, а предложенная в 1976 году Маркес классификация «аневризматических коронарных сосудов» на мой взгляд имеет сегодня больше историческое значение. Аневризматические коронарные сосуды встречаются не более чем в 5% случаев от всех коронарографий. Однако каждый практикующий кардиолог неоднократно встречается с этими больными. По данным литературы, в большинстве случаев аневризматические коронарные сосуды ассоциируются с коронарным атеросклерозом. Нет строгих доказательств, что коронарный атеросклероз чаще развивается у больных с коронарными аневризмами, и наоборот, что коронарные аневризмы предрасполагают к развитию атеросклероза. Предполагается, что примерно у третьих больных аневризматические коронарные сосуды являются врожденной патологией. Аневризматические коронарные сосуды чаще встречаются у больных с патологией соединительной ткани, такие как Марфан синдром, Эллер-Денлосс синдром. Развитие коронарных аневризм при этой патологии связано с изменениями средней оболочки сосуда, тонико-медиа. Порядка 10% случаев аневризматические коронарные сосуды являются результатом коронарного воскулита. Кавасаки дизиз, системный воскулит, как правило, развивающийся у детей в возрасте до 5 лет. Повреждение сердца включает миокардит и воскулит сосудов сердца с последующим развитием коронарных аневризм. Частота развития аневризм при болезни Кавасаки у детей, которые не лечены высокими дозами иммуноглобулина, исчисляется порядка 25%. При обнаружении аневризматических коронарных сосудов у взрослых стоит выяснить анамнез перенесенной болезни Кавасаки в детские годы. В литературе также указывается на развитие коронарных аневризм у больных с другими воскулитами – полиартеритис надоза, люпус, такоясуартеритис и т.д. Коронарные эктазии могут быть следствием травмогрудной клетки, могут развиваться у больных после коронарных интервенций, стентирования, брахиотерапии. Предполагается, что аневризматические коронарные сосуды чаще встречаются у больных с аневризмами абдоминальной аорты и церебральных сосудов. Предполагается связь коронарных аневризм с артериальной гипертонией. Представлен случай, врожденный аневризм из ствола левой коронарной артерии. Женщина без клинических проявлений ишемической болезни сердца. Находка является случайной. А это случай развития псевдоаневризма передней артерии проксимально имплантированного стента. Мы видим выраженное коронарное сужение передней артерии, имплантацию стента и немедленный ангиографический результат после имплантации стента в передней артерии. А это ангиография этого больного 6 месяцев после имплантации стента. Он поступил вследствие типичных ангенозных болей. Следует различать аневризму коронарного сосуда, который включает в себя все его три оболочки. Вот псевдоаневризм. Последнее, как правило, является результатом диссекции, отслаивания и формируется между оболочками сосуда, как правило, соединяясь с его просветом. Данный больной поступил на элективную коронарографию вследствие атипичных болей в области сердца и обратимой гипокинезии на эту стресс-тест. Его анамнез включает наличие тяжелого вирусного заболевания в возрасте 4 года, что наряду с выраженными коронарными эктазиями не исключает перенесенную болезнь Кавасаки. Атеросклеротические коронарные сужения и аневризматические коронарные сосуды имеют схожие механизмы, приводящие к ишемии миокатры. Как и атеросклеротические коронарные сужения, аневризматические коронарные сосуды ассоциируют с нарушением коронарного кровотока и миокардиальной перфузии, а также могут являться местом тромбообразования, тромботической закупорки сосуда и дистальной эмболизации. В большинстве случаев аневризматические коронарные сосуды ассоциируют с коронарным атеросклерозом. Однако, достаточных доказательств, что коронарный атеросклероз чаще развивается у больных с коронарными аневризмами, и наоборот, что коронарный аневризм предрасполагает к развитию атеросклероза, нет. Представлен случай развития острого заднего инфаркта миокарда у больного с аневризматическими коронарными сосудами. Острый инфаркт миокарда явился следствием полного закрытия ПДА. Три подхода в лечении больных с коронарными аневризмами могут обсуждаться. Первая – это лекарственная терапия. К сожалению, в литературе отсутствуют значимые доказательные исследования о роли и выборе лекарственной терапии у больных с аневризматическими коронарными сосудами. Лекарственная терапия подбирается эмпилически и в основном имеет целью лечения миокардиальной ишемии и профилактики тромболических эпизодов из области коронарных аневризм. С этой целью обсуждается применение аспирина и ингибиторов P2Y12, таких как лопидогрил, празогрил, тикаагрилов. Применение этих препаратов логично при сочетании аневризматических коронарных сосудов с ишемической болезнью сердца, особенно у больных после PCI, имплантации стендов и признаков активной коронарной ишемии. У больных с большими аневризмами, медленным коронарным кровотоком, логично является применение хронической антикоагуляции и в том числе новых антикоагулянтов, таких как Продакса, Ксорельто, Ликвус. Применение статинов оправданно при сочетании аневризматических коронарных сосудов и коронарного атеросклероза. Использование Лос-Артан предположительно может замедлить расширение и развитие коронарных аневризм у больных с синдромом Марфа. Коронарные интервенции Внедрение каверит стендс, покрытые стенды, открыло новые возможности для лечения коронарных аневризм. Наиболее известен Джо Стенд. Представляет из себя сэндвич, между двумя лепестками которого, два бар металл стенд, находится поли-тетрофлюроэтилен, ПТФИ, тромборезистентный материал, который не деградирует со временем, может проходить процесс эндотилизации без излишней пролиферации воспалительных и дегидративных изменений. Другим видом каверит стендс является АйТи-Чай стенд, тонкий металлический бар металл стенд, патриотый перикарбер. Наиболее новым каверит стенд является папиру стенд, ПК, представляющий собой однолепестковый один стенд Дебайс, покрытый тонким полиуретаноэтиленовой мембраной. Проблематикой использования этих стендов является их относительно низкий профиль и, соответственно, плохая кроссабилити, высокий процент развития рестеноза и, возможно, тромбоза стента, ограничение использования этих стендов в зонах бифуркации, риск закрытия мелких ветвей в зоне имплантации. Использование каверит стенд представляет наличие лендинг-зон, сегмента коронарного сосуда нормальной структуры перед и после анебризма. Оперативное лечение, аорто-коронарное шунтирование, представляется возможным при наличии дистального сегмента сосудов, подходящего для шунтирования, и, как правило, требует легации анебризм, представляющих угрозу для амболизации, ослабленных в условиях competitive flow, который может развиваться после операции. Представлен случай больного с анебризматическими коронарными сосудами после операции аорто-коронарного шунтирования. Для более дифференцированного лечебного подхода к лечению больных с коронарными анебризмами давайте разделим их на 4 группы. Разделяющими осями будут Клиническая горизонтальная ось, определяющая клинические проявления. Справа наличие признаков острых или хронической шимии инфаркта миокарда, слева их отсутствует. И прогностическая вертикальная ось, предикция риска анебризм в плане возможных осложнений, например, размер анебризмы, место ее расположения, течение крови, внутренний тромбоз и т.д. Соответственно, высокий риск сверху, низкий снизу. Итак, первая группа больных с выраженными ишемическими проявлениями и высоким риском осложнения. Определяющей является стратегия ревоскулиризации PCI или КЕВИЧ. Медицинское решение индивидуально и зависит от коронарной анатомии и факторов, определяющих преимущества того или иного подхода. Например, количество и распространенность анебризм, наличие лендинг-зон versus дистальных сегментов сосудов, подходящих для шунтирования. В этой группе предполагается агрессивный лекарственный режим, включающий комбинацию двух антиплейтед средств. Вторая группа это больные с ишемическими проявлениями и, однако, не очень высоким прогностическим риском для коронарных аневризм. Определяющая стратегия остается без изменений. PCI versus КЕВИЧ. Однако, показания для ревоскулизации более консервативны. Также рекомендуется агрессивный лекарственный режим, включающий два антиплейтед с препаратами. Больные третьей группы это больные без ишемических проявлений, однако с высоким риском осложнений аневризма. В лечении этих больных имеет значение хроническая антикоагуляция. Показания для ревоскулиризации индивидуальны. Больные четвертой группы это больные низкого риска для осложнения аневризма без признаков ишемической болезни сердца. Профилактическое применение аспирина является логичной в этом группе больных. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!